В связи с эпидемиологической ситуацией 19 марта по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Казанский Федеральный Университет перешел на дистанционное обучение и вот уже два месяца его студенты учатся в режиме онлайн. За это время КФУ активно использовал возможности платформы Microsoft Teams. Переход на дистанционное обучение прошел плавно и без сбоев. Казанский Федеральный Университет имеет многолетний опыт в онлайн образовании. Работа в дистанционном формате для нас не нова. Для КФУ у нас есть очень хороший, богатый опыт работы в дистанционном формате. Он еще начинается с середины 2000-х годов. В настоящее время в связи с закупкой достаточно хороших студий, которые позволяют снимать онлайн курсы, было на этой платформе размещено более тысячи различных онлайн курсов, которые с той или иной степенью активности используются нашими студентами, используются в учебном процессе преподавателями. Но, безусловно, сейчас приходит время, когда необходимо очень активно начать пользоваться этим большим ресурсом, который у нас уже есть. Казанский Федеральный Университет подвел итоги использования платформы Microsoft Teams. За два месяца представители КФУ написали 892 тысячи сообщений в чате. Время аудиозвонков составляет 101 миллион минут, что приравнивается к 193 годам. Время видеозвонков 46 миллионов минут, а это 89 лет. Продолжительность групповых звонков составила 2 года и 52 дня индивидуальных звонков. В состав Microsoft 365 входит довольно-таки мощный инструмент по анализу и по администрированию программных продуктов, которые там представлены, в частности и Microsoft Teams. И там есть соответствующая статистика. По этой статистике мы выиграли эту статистику, посмотрели, собрали, то есть компилировали. По последним двум месяцам, с того момента, когда мы перешли на дистанцию, получились как раз такие огромные, я бы даже не побояться этого слова, цифры. Сегодня мы проводим ежедневно более трех тысяч занятий в кампусе Казанского университета в режиме онлайн. Представляете, что это такое? Три тысячи занятий. Это и лекционные занятия, и семинарские занятия. Благодаря многочисленным возможностям платформы Microsoft Teams и технической оснащенности Казанского федерального университета и высокой квалификации его сотрудников, учебный процесс прошел без потери академических часов и образовательные программы реализовались в полном объеме. Как сообщил 30 апреля во время прямой линии ректора КФУ Лишат Гафуров, пандемия не застала врасплох университет. Он был готов к любым вызовам. Мы готовились заранее. Не зная, что, конечно, нас ожидает какие-то ограничения, связанные с пандемией, мы в целом готовились перейти к цифровому университету. И шла закупка планового оборудования, и готовились онлайн-программы. Но я хочу сказать, что в течение буквально трех-четырех дней, сразу же после введения ограничений, университет в целом перешел на организацию силу учебного процесса в дистанционном режиме, используя в основном платформу, конечно, Microsoft Teams, которая показала свою работоспособность. Также Лишат Гафуров отметил, что на площадке КФУ происходит формирование Центра компетенции компании Microsoft, который будет координировать учебный процесс и займется обучением и перед подготовкой преподавателей и методистов. Также с использованием платформы Microsoft Teams Казанский федеральный университет впервые в России проведет крупнейший международный форум в дистанционном формате ИФТ-2020, в котором будут задействованы более 900 участников из 30 стран мира. Форум откроется 27 мая и продлится до 9 июня. Диана Желенкова, Универньюс.